Вопрос о выборе профессии стоит ребром. Спрос на юристов и бухгалтеров постепенно уменьшается. Студенты активно осваивают трудовые специальности, тем более, что учебная база в этом помогает. Так в лабораторию Ульяновского строительного колледжа завезли высокотехнологичное испытательное оборудование. Редкие приборы для наиболее корректного определения свойств грунтов, машины для испытания на сжатие, прибор для определения водонепроницаемости. С помощью новой техники студенты ставят эксперименты, проводят исследования. Такая деятельность подогревает интерес к профессии. Теперь, говоря о планах на будущее, ребята уверены, что свяжут свою жизнь со строительной индустрией. Сначала сходить в армию, потом пойти на высшее образование, в ЛГТУ я планирую, и где-нибудь работать на стройке. Под руководством преподавателя в лаборатории проводят исследования основных строительных материалов – бетонов, грунта, кирпича, а также теплоизоляционных материалов. Все испытания, над которыми работают студенты, имеют практическую базу. Чтобы фундамент оставался прочным, необходимо согласно всем требованиям установить подушку из песка – основу, на которой в дальнейшем будет держаться сооружение. После закрытия начинаем включать. Включайте. Мы ждем 10 минут. Примерно в течение 10 минут приходит просепление афа. После этого мы взвешиваем эти фракции и определяем драмателетический состав, модульный список. Процесс проведения экспериментов затягивает. Нельзя с точностью рассчитать количество часов, которые могут понадобиться для достижения желаемого результата. Студент может работать над своим исследованием более полугода. Все эксперименты разные. И занимают от 5 минут могут занять до нескольких недель. А эксперимент, например, по определению морозостойкости, он вообще занимает до 6 месяцев. Лаборатория регионального центра по контролю качества в строительстве была создана в рамках национального проекта образования. Исследования, над которыми работают студенты, востребованы в строительной индустрии Ульяновска. Интерес проявляют предприятия по производству строительных материалов и строительные организации для текущего контроля качества. Первая половина дня – это в рамках учебного расписания, это лабораторные практические занятия со студентами, а вторая половина дня отводится для научно-исследовательской работы студентов. На базе лаборатории молодежь может получать и другие специализации. К 2030 году, согласно «Атласу новых профессий», на трудовом рынке появятся молодые специалисты по модернизации строительных технологий, а также специалисты по перестройке и усилению старых строительных конструкций. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Уллправда ТВ.